Начальник управления образования Гагаузии Наталья Кристева отметила, почему в старую редакцию закона о расширении сферы применения гагаузского языка необходимо внести поправки. Хочу обратить внимание на те поправки, которые предлагаются сегодня. Действительно, неоднократно обращались студенты, которые обучаются на втором цикле по специальности методика преподавания гагаузского языка. Но, как отметил Михаил Николаевич, в тексте закона формулировка гагаузский язык и литература. И у нас есть официальные письма подтверждения Камрадского университета о том, что по такой специальности набора нет. Автор поправок в закон о расширении сферы применения гагаузского языка депутат Народного собрания Гагаузии Михаил Железогл отметил, что после внесения поправок студенты Камрадского государственного университета первого и второго циклов кафедры гагаузского языка и литературы будут получать дополнительную стипендию, равную сумме государственной. Для того, чтобы эту проблему разрешить, для того, чтобы и мотивировать с одной стороны студентов на поступление на специальности гагаузские языки и литературы, было принято решение для того, чтобы данный законопроект подготовить. Поэтому я думаю, что это важные поправки, которые, надеюсь, что Народное собрание примет во внимание и поддержит. Наталья Кристева добавила, что необходимо расширить список специальностей в законе, которые связаны с преподаванием гагаузского языка и литературы. Тогда у Управления образования появится возможность студентам выплачивать дополнительную стипендию. В дальнейшем, после принятия этого закона, все студенты, которые обучаются по специальностям, в том числе и смежным, таким как гагаузский язык и литература, английский язык, гагаузский язык и литература, турецкий язык, педагогика начального образования гагаузского языка и литература, первый цикл, и магистратура преподавания гагаузского языка в университетских учебных заведениях, у них уже у нас будет законное основание для выплаты им стипендий. Еще одно уточнение в законопроекте касается студентов, обучающихся на контрактной основе в Камрадском государственном университете, а также магистрантов по специальности тюркология и педагогика в области филологии. Со средним баллом не ниже 8,5. Будут иметь право на дополнительную стипендию от гагаузии в течение всего периода своего обучения. Марина Топала, Артем Топал, Новости Герта.